Всем привет, меня зовут Макс, это Линейный Канал, и пока у меня свежа память, мы проведём новое противостояние. И сегодня у нас граф Шпея, уже знакомый вам, против Ренауна, линейного крейсера. Вы вообще скажете, о чём ты вообще думаешь? Ну для начала давайте поговорим о предпосылках этого противостояния. Кто не смотрел, смотрите, бой при Лаплате, битва при Лаплате, противостояние графа Шпея против эскадры из трёх английских крейсеров. Суть в том, что в реальности новость о прибытии Репалса с авианосцем Арк Ройл стала фатальной. Это стало настолько высокой угрозой, что было принято решение корабль потопить, не жертвовать людьми, потому что противостояние бессмысленно. Я не скажу, что я с этим не согласен. В принципе, это адекватное решение, кроме того, что на самом деле никакого Репалса и никакого Арк Ройла рядом даже близко не было. Они были ещё очень и очень далеко. Однако, я хочу кое о чём поговорить. А конкретнее, о реальной угрозе, которую представлял из себя Репалс для Шпея. Вы скажете, ты вообще в своём уме? Репалс это полнокровный линейный крейсер. Какие вообще шансы против господи горе карманного линкора типа Дойчванд? На самом деле, объективно, у графа Шпея не так много шансов, если не пара но. А давайте поговорим, что такое Репалс. Вообще, Репалс это один из старейших кораблей, скажем так, английского флота на тот момент. Ну так. Прямо скажем, спущен на воду он нифига не во время Второй мировой войны, а как раз таки во время Первой. Да, его модернизировали, но модернизация была на тот момент ещё минорной. В конце войны на него установят радары. Но на этот момент, на момент событий, радаров на нём нет. Никаких. Вообще. В то же время, на Репалсе весьма устаревшее СО, весьма устаревшее орудие. Мягко говоря, нет, они прошли модернизацию, но это всё равно весьма устаревшие пушки. А англичан вообще после Первой мировой с пушками так себе были дела. Те, кто знают, что такое Нейлсон, те знают. Так вот, у нас имеется не просто, скажем так, несколько устаревший линейный крейсер. У нас имеется линейный крейсер с очень сомнительным бронированием. В игре я бронирование, между прочим, увеличил больше, чем оно должно быть. Потому что та самая сверхтолстая 200-мм, скажем так, бронепластина шла далеко не по всему периметру, скажем так, основного бронепояса. Это была экстренная мера. А вообще эти корабли были одними из самых слабо бронированных кораблей флота. И по некоторым покорителям бронирования приближались скорее к тяжёлым крейсерам. Только сделайте одну маленькую правку. Репалс это огромная рясина, которая невероятно длинная и невероятно, скажем так, по ней легко попасть. Тут сразу обозначу важный момент. В игре на данный момент нет подходящих... Ну, или я тупой не нашёл, но мне кажется, что нет подходящих под репалс корпусов. Можно где-то и есть, но я мог их не найти. Потому что, как вы можете понять, искать корпуса в Ultimate Unreal 3 Note не так, чтобы очень просто. Потому что надо перещёлкивать все года. Ладно, скажете вы. Ну и чё? Ну, в том-то и дело, что 280-мм достаточно для пробития репалса. Да, 380-мм тоже прошьют шпея просто в путь. Но по шпее надо попасть. Он достаточно маленький, он достаточно юркий. Если мы убираем из двойки репалс и аркройл, аркройл, мы неожиданно получаем интересное. Оказывается, репалс не то, чтобы это очень большая угроза для шпея. Огромная угроза, не поймите, неправильно. Если хотя бы одна 380-мм плюха всё-таки угодит в шпее и пробьёт бронепояс, скорее всего, шпее... Ну, если это будет попадание в каком-то жизненно важном отсеке, шпее конец. Ну, вряд ли он сможет адъективно хорошо продолжать дальше бой. И в реальности эта проблема была ещё и в том, что шпее был повреждён. И, грубо говоря, ну, шпее не мог вести адекватное сражение. Но если мы говорим о целом шпее и о целом ренауне один на один, есть мнение, что у шпея есть неплохие шансы ввиду радаров и невероятно совершенных, по меркам, блин, корабля 16-го года, каким является, по сути, репалс, невероятно совершенным системам соло. Итак, мы вступаем в бой. Ну и как вы думаете, с чего он начнёт? Естественно, с того, что граф шпее первый увидит противника, потому что у шпея есть радары, точка. И вы сейчас возмутитесь. Но ты же так долго нам рассказывал о том, как радары не дают Айове прямо такого решающего преимущества. А тут ты вот рассказываешь о том, как вот шпея за счёт ещё и... Ну, по сути, кстати, ситуация очень похожа. У нас одинаковое количество столов. Кстати, у Ямата и Айовы по 9 столов главного калибра. У нас плюс-минус, ну, одинаковая ситуация с бронированием. Репалс имеет его немножко больше. Ну, условно, как и Ямато. У нас, ну, казалось бы, та же ситуация с СО, но вот и нет. Дело в том, что японцы, понимая свою осталось по радарам и прочим, сделали невероятно совершенную механическую СО. И она была эталонной на момент постройки. И она по совокупности характеристикам, даже по заверениям самих американцев, превосходила их механический СО. И вообще их систему управления огнём на тот момент. Главная проблема — отсутствие радаров. Точка. Так вот, тут проблема в том, что шпея сочетает в себе, грубо говоря, преимущество как Ямато, так и Айовы. У него есть и радары, и самое совершенное СО. В то время как Репалс на самом деле имеет устаревшую СО, откровенно говоря, не имеет радаров, имеет весьма косые посредственные пушки. Ну, относительно. И при этом ещё к тому же, Репалс достаточно слабо бронирован. То есть нет он бронирования, игра в шпея. Но для линейного крейсера броня недостаточно. Поэтому, извините, 280 миллиметров шпея будут его сшить. Что в палубу в некоторых местах, что в главный бронепояс, что вообще как бы неприемлемо по-хорошему. Вот такая вот история. Ну и как вы видите, начавшийся уже бой, в принципе, показывает то, что я и говорю. Шпея, используя преимущество в эффективности огня, а также используя право первого обнаружения, спокойно ведёт и корректирует огонь на дальней дистанции. Компьютер, к слову, действует достаточно хорошо. Грубо говоря, если шпея будет в видимости, Репалс на полной скорости удирая может дойти до ситуации, когда орудия шпея просто не смогут стрелять, в то время как орудия репалса смогут. Такая ситуация, гипотетически, возможно, и поэтому компьютер пытается удрать. Вот только проблема, в реальности у Ренауна всё-таки была авиагруппа, которая могла позволить ему всё-таки шпея держать за горизонтальном прицеле. Здесь у него авиагруппы нет, поэтому шпея использует преимущество в радарах на полную. Хотя можно сказать, что в принципе шпея мог бы запустить свою палубную авиацию и внезапно сбить палубную, собственно говоря. Скажем так, он вполне мог сбить самолёты противника. На самом деле, сражение именно в Ultimate Admiral, ну, как только стало понятно, что никаких шансов на противостояние, скажем так, репалсу, ну, не поймите, не правильно, точнее не так. Фактически, если корабли сблизятся и репалс начнёт калашматить шпея, у шпея шансов не особо. Ну, потому что 380 миллиметров, повторюсь, при единственном пробитии тут же нанесут слишком существенные повреждения нашему кораблю. Вот только шпея не даст приблизиться целым. Пока репалс будет сокращать дистанцию, он прохватит. Попытки репалса нагнать расстояние и стрелять в максимально удобном для себя положении тоже бессмысленны, потому что он потеряет из виду шпея, а шпея будет всё время калашматить, калашматить и калашматить. В итоге мы увидим ситуацию, где фактически репалс не имеет шансов на победу. И да, мы продолжаем его бить. Как бы оно было в реальности? Да понятно, что с помощью Арк Ройла, да ещё и трёх крейсеров, пусть даже в тяжёлом положении, никаких шансов у шпея не было. Точка. Не надо думать, что я тут пытаюсь сказать, что шпея вы всех победили. Нет, боже мой, представьте себе, линейный крейсер, плюс авианосец, плюс четыре крейсера, потому что к тому времени к скажем так, к английской эскадре подошёл ещё один тяжёлый крейсер. Ну, нет, чудес не бывает. Все вместе эти корабли уничтожили бы шпея и не осталось бы ничего живого. Я здесь рассматриваю только гипотетическое столкновение один на один с Ренауном, с весьма устаревшим линейным крейсером, пытаясь в том числе показать разницу в технологиях. И ещё раз замечу, никакой разницы в технологиях с Ямато у Айовы по сути нет. Чё б там кто ни говорил, Ямато примерно одинаков по технологическому уровню с Айовы, а во некоторых местах, таких как СО и Орудия, превосходит её на голову. А по всем остальным как минимум не уступает. Ну, кроме радаров. Да, хорошо, кроме радаров. Шпея же, являясь вершиной технологического, скажем так, прогресса Германии на года разработки, сражается против крайне устаревшего и критиковавшегося даже на момент выпуска линейного крейсера. Ну, вот такая вот история. Пишите, понравилась ли она вам, а тем временем не оставлю вас один на один с зрелищем того, как граф Шпея будет добивать репалс. Вот это поворот, но да, Шпея выиграет. Наверное. А может быть нет. А вдруг 380 мм нанесёт тяжёлые повреждения и в итоге Шпея погибнет. Да и посмотрите, потом автомат остаётся. В общем, пишите, как вы думаете. Ну, прямо сейчас пишите, как вы думаете, кто всё-таки выиграет в итоге. Потому что, заметьте, у Шпея патроны заканчиваются. Патроны, патроны к пушкам. Прекрасно. Снаряды, естественно. Хотя, в какой-то мере патроны тоже можно применять, потому что есть старая история. Неважно. В общем, с вами был Макс, Нива канал. Спасибо, что поддерживаете. До встречи в новых видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...